Ну теперь давайте дальше. Итак плодожорка. Плодожорок у меня очень мало. У меня такое впечатление, что развести их много никак не удается, не получается. Хотя урожай яблок был очень солидный. Вот и сейчас они лежат и гниют прямо там в саду. Я хотел про плодожорку поговорить как. Одной из причин, что все-таки приходится, якобы приходится бороться в саду за чистоту сада, это и есть плодожорка. Она тоже проплитая. Она забирается в яблоко. Расплата из причинки. Из причинки получается гусеница. Гусеница начинает выжирать нутро. Яблоко отрывается, падает. Вот. Она почему-то плюет, вылезает. Якобы. Вот. Изучить бы это по-настоящему всерьез. Якобы улезает. И эта гусеница якобы по штамбу лезет обратно в крону. Там умудряется превратиться в куколку, потом в бабочку. Бабочка сядет на яблоко. Круг замкнулся. Но дело-то в том, что монеты опрыскивания не происходят. Мне пришлось поискать, чтобы вам продемонстрировать ее работу. На всякий случай скажу. Да, сад мне опрыскивался в этом году в разу. И Александр Савинич подтвердил. Но. 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 Дело в том, что на Западе червевые яблоки ценятся больше, чем это. Или стало уже легендой. Или это правда. Ну. Две-три статьи. Якобы. По Франции. Она стоит. Вот такое яблоко. Пять раз дороже не червевое. То есть. Раз не червевое, значит отравленное. А. Побрезговало. Ну. Это примитивное понятие. Как бы объяснение. Побрезговало. Значит. Это. Гусеница. И не полезно внутрь. Вот. Ну. Вот так. Вот такое объяснение дает литература популярная. Так. А где-то они цену имеют одинаковую. И люди предпочитают по одной цене брать. И. Кто хочет без червей. Кто не брезвит с червями. Ну. Чего. Почему его нельзя съесть? Посмотрите. Яблочки-то какие. Во рту тает. Согласитесь. Полный. Смотрите вы на испорченное из рода на яблоко. А полный раз свиней. Вот. Вырезал червоточину. И ешь на здоровье. Вот. Черви едят. Значит яблоко. Это наша русская уже предсказка. С советских времен. Черви едят. Гусеницы едят. Значит. Яблоко. Хорошее. И мы должны есть его. Вырезал червоточину. И вперед. Значит. И поэтому я вынужден был писать. Здоровый сад. Выничтожение урожая. Вот. Плодожорки. Незамеченные ни разу 36 лет. Ни разу. Вот такая реплика. Ну. Здесь. Значит. Когда вот друзья заведите своими питомниками. Вы видите. Как я вам помогаю. Многие знают о чем лечь. Вот это вот. Видели горшки. Так. Вот это плодоношение. Ну. Не продали. Видимо. Это. Тысяча рублей не по карману. Но. Видите. Как получилось. Третий год уже урожай. Это трехлетка. Почему она маленькая. Ну. Горшок не дает расти. Я просто. А еще одна реплика. Вот такая реальность. Вот. Трудовато им там. Яблони медовые. Друзья я скажу. Кому обещал. Я черенки нарезал. Немножко. И то. Две яблони. Стою резать нечего. Где вот это. Вот это яблоко. Дегустация идет. Это. Муравей мой. Муравей есть. Значит годится. Пчела есть. Тогда годится. Оса. Вот эти вот. Главные мои. Дегустаторы. Так. Это. Первый рожай яблони медвое. Но там резать нечего было. А. У меня вторая. Молоденькая тоже. Там. Нескорьеток я срезал. Кому обещал. А их. Она не плодоносила. А. Не отвечаю. Потом окажется. Что это не медовая. Ну бирка медовая. Почерк мой. Так. Это к слову пришлось. Потому что. Иначе. Как дальше двигать прогресс. Кому обещал. Вот эту фотографию. Делал в красном хуторе. У. Моего земляка. Из дудинки. И родом. Так. Иначе. Он меня позвал. И говорит. Это. Начитанный мужик. Я боюсь уничтожать вот эти вот. Я говорю. Попробуй только. Показал ему вот эту вот самую рану. Видите. И сказал. Обратите внимание. Что волшки пошли ниже раны. То есть. Вот эта часть. От плодоносец. Скорее всего. Ну. Вот эта связь между наклоном ветки. Раз. Наклоном. Ранами на ней. То есть. Короткий век. И вертиками. И волшками. Волшками. Это будущее. Кроме. Наука до сих пор не видит. Окружены. Так же. Ну. Вы знаете. Что. Вот допустим. Ладно. Никто не считает. Что. Серви плохие. Их уничтожает. Но без злоба. Им приказано. Перекопать почву. Чтобы не было аэрации. Чтобы не было вентиляции. Канализации. Чтобы по земле. Ничего не было. Умертвить. При этом. Пропадают и черви. Понятно. Вот. А это. А допустим. Муравьи окружены злобой дикой. И вот такие вещи. И вот с дикой злобой. Кроме этого. Еще. Окружены. И вот эти волшки. А теперь. Когда я вам показываю. Допустим. Будущее студента расскажет. Он должен. Обязан. Он обязан увидеть эту рану. Он обязан увидеть такую. Он должен сказать. Растет новая кронность. Ее еще можно чуть-чуть. Подрегулировать. Потому что. Груша. Она имеет склонность. К этому. К. Замущению. Это ее. Право. Потому что. Она старается. Наши ошибки исправить. Поэтому. Знаете как. Ни ветку не тронул. Ах. Она густая. Ветку отрезал целиком. Рана страшная. Теряет саморостройкость. Отрезал наполовину. Вместо одной ветки. Получил 3-4. Вместо второй еще 3-4. Вместо третьей еще 3-4. А потом. Каждая из них. Тоже даст 3-4. Загущение еще больше. Не понимая. Что дерево спасает. Штамп от высыхания. И вот. На дури наделались только. Что. Волсок стал именем. Ненавистным. Прямо. Аж. Просто невероятно. Какая злоба окутана. Вот. То есть. Дерево любим. Но волсок на нем ненавидим.